Чуть меньше 15 минут понадобилось команде, чтобы огорчить соперника. Борьба за мяч. И есть поддержка у этой атаки. Хорошая передача. Голкиперс забирает мяч. Откровенно плохо сыграл сейчас защитник. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в бреге штрафных. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Какой навес! Братарь выполнит удар от ворот. И нам повторяют гол, благодаря которому команда выходит вперед. Ну что сказать, такая возможность не часто выпадает. И ее, конечно, надо использовать. Что игрок и сделал. Забил пустые ворота. Совсем необязательная потеря. Утропился уйти в отрыв футболист вне игры. Мы в Лондоне на стадионе Лофтус Роуд, где свои домашние игры вот уже сто лет проводит клуб Куинс Парк Рейнджерс. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Есть варианты, куда сделать пас. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Очередная потеря. Это опасный штрафной. Штрафной удар. Разминка для вратаря. Намертво ловит он мяч. Мяч на боковой линии. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. И снова аут. Тут просто подарили мяч соперни. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Прекрасная игра в защите. Спасает сейчас защитник свою команду. Пол команды обыграл. Ничего себе. Давай, решай. Лотарь спасает. Хорошая была атака, но ничего не поделаешь. Штрафной удар. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Удар опасно. Один мяч уступает команда. И надо было сравнивать сейчас. Да, отличный был момент. Что тут говорить. Очень обидно. Заканчивается первый тайм. Перерыв. Перерыв. Закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Прекрасный пасов. Удар. Относительно легкий мяч для вратаря. Не попадает в ворота мяч, но счет их устраивает в принципе. Да, впереди команда и будем считать этот эпизод таким необязательным. Свисток в положении вне игры. Аплодисменты. 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 Хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Классный отбор. Можно играть. Игра остановлена из-за нарушений. И тут ситуация вполне на предупреждении. Желтая карта. А ведь были хорошие шансы разыграть эту комбинацию до конца. Да, по-моему, этот парень сам не сомневался, что будет гол. Видно же, что играет через боль. Надо его менять. Но где же навес? Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Отличный прием. Так держать. Бьет он поворотом. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Удар. Всю работу за голкипера сделал. Тот может отдохнуть пока. Игра остановлена. Будет угловой. Вот это удар. Какой момент и как здорово сыграл защитник. Будет угловой. Наталья первая на мяче. Игра. 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 Удар еще просто. Гоу. Мяч в степке. Этот гол вполне по игре. Команда доминирует на поле. И нет ничего удивительного в том, что они увеличили разницу в счете. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Здорово отобрал мяч у соперника. Так что тот даже, по-моему, и не заметил. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. На вес. Свисток арбитра у главы. 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 Есть варианты, куда сделать пас. Это опасный штрафной. Предупреждение получает игрок. Прекрасный пас. Опасно! Отличный сейф вратаря. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Это предупреждение. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. И матч завершен. Продолжение следует.